С днём рождения. Ну какие же вы молодцы, а! И, конечно, вручить вам вот такой поздравительный адрес. Капитан второго ранга, военный врач Николай Федотович Макеев сегодня весь день принимает поздравления. Своим долголетием признаётся юбиляр обязан не только здоровому образу жизни, но и закалке, которую получил на фронте. Весть о войне застала его в военно-медицинском училище в Кронштадте. Потом была оборона Ленинграда и всего Черноморского побережья, Туапсе до Севастополя. Но с окончанием войны служба для Николая Федотовича не закончилась. Война кончилась, а мы продолжали очищать Чёрное море. И целый год ещё тралили мины, пока не очистили всё Чёрное море от мин. По словам Анатолия Пахомова, такими земляками надо не просто гордиться. В преддверии праздника администрация поставила цель – помочь каждому нуждающемуся ветерану. Мы уверенно говорим о том, что праздновать День Победы, 70-летие Великой Победы мы будем достойны. И всё сделаем для того, чтобы наши победители это прочувствовали, чтобы они действительно были довольны этим. А у нас появляется возможность хоть как-то отблагодарить их. Ремонты в квартирах фронтовиков, благоустройство дворов, путёвки в санаторий для оздоровления, реконструкция памятников и мемориалов – лишь часть огромной работы. К слову, юбиляру в канун Дня Победы глава города пообещал выделить путёвку в санаторий Сочи. Именно там Николай Федотович и проработал большую часть жизни. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».